Здравствуйте, меня зовут Шпомер Владимир, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения и сегодня я вам расскажу о том, почему все-таки при современном развитии DSLR камер и когда все трубят на каждом углу, что на них можно фильмы снимать полнометражные, все-таки в индустрии кино в настоящем производстве так мало используют DSLR камеры. Дело в том, что при том, что по функционалу, грубо говоря, DSLR камера, конечно, она выдает уже картинку приемлемого качества, то есть если мы снимаем какие-то трюки, если нам нужно много-много камер и чтобы не брать дорогих настоящих кинокамер типа Ариа Лекса, Понавижн Генезис, допустим, те же Реды, Эпики, Скарлетты, Драгоны, даже Редуана, это все будет дороже в аренду взять гораздо, чем просто взять, например, Марк Третий или Марк Второй тоже, который по качеству картинки будет, в принципе, сопоставим. Так вот, на трюковые сцены можно брать в дополнение к основным камерам можно, даже более того, дополнительно берут именно DSLR камеры, но с целью получить множество точек съемки за меньшие деньги. Но как основная камера, DSLR камера в производстве, в серьезном кинопроизводстве, все-таки пока не заслужила, не отбила себе что-ли место. По следующим причинам. Во-первых, дело в том, что есть понятие эргономики камер. Все профессиональные кинокамеры, они устроены очень просто, очень понятно оператору, все кнопки выведены отдельно на тело камеры, вам очень удобно управляться с этой камерой. Она ухватистая, она даже где-то может быть избыточно тяжелая, но тяжесть в этом случае это скорее плюс, потому что у нее есть некоторая инерция. Вы когда работаете с ручной камерой, у вас картинка получается более плавной, чем если бы вы работали более легкой камерой. В отличие от кинокамер, DSLR камеры, они легкие и все-таки они предназначены, не предназначены для оперативного, что ли, оперативной настройки, оперативного изменения настроек своих. Я, например, сталкивался со своей практикой, чтобы поменять диафрагму, мне нужно было залезть в меню. Это очень странно для меня, как для человека, который привык немножко к другому, что у нас есть на объективе всегда три кольца, три лимба, фокус, трансфокат, если это все-таки не дискретный, а трансфокатор объектив, и кольцо диафрагмы. То есть у меня не могло даже возникнуть мысли, чтобы поменять диафрагму оперативно, мне нужно куда-то в меню заходить. Это первый был для меня звонок, почему фотокамера все-таки не дотягивает пока до киношной камеры. Конечно, это зависит от объектива. Есть объективы с дискретным кольцом, все там удобно, но для меня это был первый звонок. Второе, они очень легкие, DSLR камеры очень легкие. Мне это не очень нравится. Например, когда я беру ручную камеру, мне бы хотелось иметь немного больший вес, когда ты камеру чувствуешь, когда она что-то есть, у тебя получается ей гораздо более четче управлять, что ли. Еще раз, это DSLR камеры. Они не так оперативные, не так удобные просто за счет своей эргономики и за счет того, что они все-таки растут. Ну, это фотоаппараты. Многие торчат из фотоиндустрии. Со своими законами, со своими сформировавшимися уже привычками, традициями расположения кнопок. Вам может показаться, что это не так важно, но можно и запомнить и новое расположение кнопок. Я с этим отчасти соглашусь, а отчасти нет. Дело в том, что на примере даже камер Sony, вот у них были сначала такая профессиональная линейка Batacam, камеры там 637, Camcorder и так далее. Вот у них кнопки были, допустим, на одном месте. Прошло 20 лет, уже появились Sony Finialto камеры. Это первые камеры, предназначенные для цифрового кинематографа. И дело в том, что там кнопки, например, взятия баланса белого, они находились точно на том же месте, что и 20 лет назад на первых Batacam-овских камерах. Это очень удобно было, потому что многие операторы приходили в кинематограф с телевидения, где они уже знали эту камеру, и на новой камере они не тратили своих мозговых ресурсов и не искали кнопок. Вот почему очень важно иметь некие традиции именно эргономики. То есть эргономика, потом вес и, что немаловажно, дело в том, что, как не прискорбно это признавать, вот флагманы кинокамерного производства киношного, да, это Ари, это Panavision. Давайте, да, оставим вот так вот два лидера. У них есть огромные традиции надежности. Если механическая камера Ари была предназначена, у нее ресурс был 300 лет при правильном обслуживании, то при всем желании фотоаппарат никогда не дотянет до этого. И даже самый дорогой, раз последний фотоаппарат, он имеет все равно меньший ресурс и меньшую надежность, чем простая кинокамера современная. Потому что все киношники понимают, очень важно, чтобы ты в любом случае получил дубль, чтобы в любом случае, что бы ни происходило на улице или в павильоне, ты это записал. С фотоаппаратами существует возможность, например, неправильное срабатывание карточки, несохранение дубля, если вдруг отключилась батарея и так далее. В кинокамерах это полностью исключено. Ну, при соблюдении разумных мер технического обслуживания. Вот, то есть три фактора. Это эргономика, вес и надежность. Дело в том, что сейчас цифровые фотокамеры, или как еще называют DSLR фотокамеры, они приблизились, конечно же, к некому эталону по качеству картинки, но все равно, если копать глубже, чем просто, да, просто компетенция зрителя, а разбирать по большому профессиональному счету, у кинокамер гораздо больше динамический диапазон, у кинокамер гораздо больше возможности на постпродакшене изменить освещенность картинки, изменить цветовое соотношение, изменить пластику картинки. Фотокамеры при всей, на первый взгляд, своей похожести по качеству картинки на кинокамеры, они не имеют такого запаса для обработки на постпродакшене. Конечно, вы можете мне сказать, а на фотокамеру снимают. Дело в том, что на телефоны снимают фильмы. Это все вопрос некого художественного вызова, некого художественного приема, чтобы потом говорить, я снял свой проект на фотокамеру, я знаю несколько таких картин, сняли на фотокамеру, все поиграли и успокоились. Сейчас, как о явлении, о съемках полнометражных, даже сериалов, фильмов сериального жанра, на фотокамеры мы не можем говорить, потому что это единичный случай. Короткий метр, документалки, репортажи, да, но ни в коем случае ни сериалы, ни полные метры. Пока на этом остановимся. О остальных отличиях больших профессиональных кинокамер и от фотоаппаратов вы можете узнать в нашей школе. Субтитры создавал DimaTorzok